МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти год назад, или более того, Государственная Дума приняла федеральный закон об ответственном отношении к животными. Он был одним из самых ожидаемых общественностей. Разрабатывался аж 8 лет. Ну, казалось бы. Базовые нормы закона действовали и ранее, однако отдельные положения вступили в силу с 1 января текущего года. Вот как раз о нововведениях мы и поговорим с руководителем общественного движения помощи животным города Хантамансийска Анной Кондратович. Анна Аркадьевна, приветствую. Здравствуйте. Вот так долго ждали закон, и вы являетесь руководителем общественной организации Ковчег, которая, кстати, в этом году исполнилась 11 лет, в январе, насколько помню. Вот вы лично, как зоозащитник, ждали этого закона? Очень ждали. Мы, в том числе, принимали участие во всероссийских акциях, в поддержку скорейшего принятия этого закона. В общем-то, дождались пока такой, какой он есть, со всеми его недоработками, со всеми его плюсами. Поэтому такой для нас это еще сырой и обсуждаемый документ. Я бы сказал, мы о плюсах и о минусах поговорим сейчас в нашей программе. Предлагаю сразу посмотреть сюжет на данную тему, которую сняла наша коллега с редакцией утренних программ Анжелика Сигарева. Еще в декабре 2018 в России был принят закон об ответственном обращении с животными. Но некоторые его положения вступили в силу только с 1 января этого года. Введен именно запрет на выгула животных без намордника. Хозяин может выгуливать данное животное только на своей территории огороженной. Внесены изменения в требования к содержанию животных, которые используются в культурно-массовых целях. В различных зоопарках, океанариумах, дельфинариях будут проверяться условия жизни животных. А вот контактные зоопарки и вовсе запрещены. Два года назад Леся Хлебникова открыла так называемое кота-кафе, где можно согреться горячим чаем, поиграть в настольные игры и просто погладить хвостатых. Владелица надеется, что ее заведение этот запрет не коснется. Конечно, это абсолютно разные вещи. Наши животные, у них в свободном доступе еда, вода. Они могут спокойно сходить в туалет, когда им захочется. Просто зная, что в контактных зоопарках специально не кормят, не поют, чтобы животные не ходили в туалет в течение дня. Я рада, что они закроются. Но еще тема такая про контактный зоопарк, что эти все животные должны быть изъяты в какие-то специализированные приюты или центры реабилитации. Насколько я знаю, у нас вообще такого нет. Куда бы делись эти все животные? Нет точного решения и в вопросе обращения с безнадзорными животными. Службам, которые занимаются их отловом, необходимо отдавать пойманных четвероногих в приют, где их будут стерилизовать и вакцинировать. И только после этого неагрессивных животных выпускают туда, откуда их забрали. Злобных же, согласно документу, должны задержать в приюте пожизненно. Однако волонтеры уверены, бездомных хвостатых от этого меньше не станет. По мониторингу моему, 87% населения против этой программы только из-за того, что действительно люди говорят о том, чтобы убрать с улиц безнадзорных животных. Потому что, смотрите, даже если дано заключение собаке, что она не агрессивна, немотивированную агрессию она тоже может проявить непонравившийся звук, собака может сагрессировать и также укусить человека. Как сказано в новом законе, сейчас перефразируем, бродячих животных должны будут отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, помещать в приют и искать для них хозяев. Убивать строго запрещено, но только совсем уж больных животных. Раньше по-другому было? Раньше был ограниченный срок содержания в пунктах передержки. Сначала это чуть ли не от трех дней, потом до 20. И вот в течение последнего года совместными усилиями мы добились того, чтобы этот срок продлили до шести месяцев. То есть вполне достаточный период, чтобы провести какие-то мероприятия по установлению и поиску хозяев. Анна, ну смотрите, сказано в законе, агрессивных животных пожизненно оставлять в этих питомниках. Но объективно, кто у нас может финансировать эти питомники, так, чтобы пожизненно собаки жили агрессивно? Это какая-то, мне кажется, утопия. Ну, во-первых, достаточно ли у нас компетентных кадров и достаточно ли будут объективными условия для того, чтобы диагностировать агрессивность у той или иной собаки. То есть животное со мной может быть самым добрым на свете, с другим человеком может сагрессировать. Поэтому выносить вот такого рода приговоры будет само по себе затруднительно. Ну и да, вопрос целесообразности, потому что, будь это приют, пункт передержки, это все равно заточение. И любое живое существо, достойно ли оно жизни в заточении, насколько это гуманно изначально. А сейчас как делают агрессивная собака? Вот поймали ее, она явно агрессивна. Что с ней делают? Содержится пока в пунктах передержки. Но надо понимать, что агрессивное животное крайне сложно пойдет на контакт, и их изловить бывает очень и очень трудно. Агрессивных, диких животных. Которые в основном, основную тревогу-то и вызывают. Ну то есть ловят кто поспокойнее, да? Как правило, самовыгульные. Вот мы, кстати, об этом поговорим, что это за собаки, которых ловят. Вот, конечно, убивать никого, наверное, не стоит. Ну, жалко все-таки. Но решит ли это проблема улиц? Ну вот прошла она стерилизация, эта собака и взяли ее, отпустили обратно на улицу. У нас и так, извините, стада бегают бездомных собак. Стерилизованная она, не стерилизованная. Какая разница? Вот эта опасность представляет она? Есть, скажем так, группы зоозащитников, которые подводят теорию под это, что стерилизованное животное, оно не защищает свое потомство, ну, как бы лишено вот этих вот инстинктов. Что делает их... Добрыми и милыми. Да-да-да, более добрыми. Но, опять же, животное, вот как здесь говорилось в сюжете, может среагировать на какие-то раздражители, громкий звук или какую-то тоже агрессию со стороны человека. И это остается тем же самым животным. Хоть ты его стерилизуй, хоть чипируй. Ну, то есть вы лично как вот к этому пункту закона как относитесь? Этот пункт закона больше напугал и озадачил, когда мы увидели федеральный закон в его последней редакции. Потому что, по сути дела, это своего рода приговор, потому что беспризорность этим законом была в ранг нормы возведена. То есть считается нормально. И что такое среда обитания для собаки? Улица это не среда обитания для собаки. Но по моему мнению и по мнению моих коллег, нехорошо собаке на улице, если у нее нет будки, у нее нет укрытия, у нее нет хозяина, за ней нет никакого ухода и ветеринарного контроля. Потому что даже в аббревиатуре ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, есть лазейка по поводу вакцинации. Да, я могу сегодня вакцинировать собаку, выпустить ее на вольные хлеба, но через год должна быть ревакцинация. Я или кто, какие службы будут в дальнейшем курировать весь этот процесс и делать повторную вакцинацию по прошествии времени? Ну, слушайте, ну давайте про стерилизацию. Сколько у нас бегает собак по городу бездомных? Есть такая цифра? Я могу сказать о той цифре, которая попадает, допустим, в отлов. Если в течение прошлого года порядка 380, ну плюс-минус. Это по отчетам или это реальная цифра? Это та цифра, которая зафиксирована в отчетах. Но я думаю, что она близка, потому что мы, по крайней мере, регулярно посещаем и пункт передержки. Мы этих животных видим, примерно цифры бьются. Но мы же понимаем, что это просто вершина айсберга. Очень многие животные, которые и нуждаются в какой-то передержке, в том, чтобы быть хотя бы временно отловленными с целью стерилизации, получения какого-то лечения или установления хозяев, их довольно много остается неохваченными этой услугой, назовем ее так. Но стерилизация, ну вот я почему про стерилизацию? Это все-таки операция? Это все-таки операция. У нас такие мощности есть, которые способны стерилизовать столько собак, вот скажем прямо. Вот кто этим будет заниматься? Наши ветеринары? Они в потоковом таком формате будут этим заниматься? Я могу для примера рассказать про наш опыт. Мы неоднократно становились получателями губернаторского гранта на наши проекты. Часть наших задумок, часть наших проектов была связана именно со стерилизацией животных. И мы довольно сильно озадачили ветеринарные клиники города, то есть мы взаимодействовали и с государственными клиниками, единственные государственные, и с частными клиниками, и в общем на поток поставили эту операцию. И сколько провели операцию за год? Вот 380 собак у нас находятся в приюте. Понятно, нет, это больше тысячи, эта цифра. В год? Это только те, которые были прооперированы в период действия, допустим, грантовых наших программ при поддержке. Это были тысячи собак приоперированы, которые с хозяевами, или это бездомные собаки? Нет, нет, нет. Мы говорим только про подопечных ковчега, это кошки и собаки вместе. То есть все животные, да, в прошлом беспризорные. Ну вот новый закон узаконил, собственно, извините за тавтологию, беспризорность среди собак. И что дальше? Ну вот выпускает их на улицу, да, но она еще какое-то время проживет, эта собака. Они обвинятся в стае даже уже не для продолжения потомства хотя бы. Ну что делать-то? Конечно, у них свои складываются взаимоотношения. Те, кто содержал несколько животных даже дома, он понимает, как это быстро. То же самое лидерство и так далее. Альфа-самцы и альфа-самцы. Это не отнимешь никакой стерилизации. Поэтому, допустим, что касается именно наших проектов, именно тех идей, которые мы стараемся пропагандировать, все-таки мы хотим донести мысль о том, что животное должно быть доведено от пункта отлова, от момента отлова до передачи в семью. То есть прям исключительные случаи, когда животные были возвращены. В основном это было связано с теми животными, которые и до этого обитали на территории каких-то предприятий, где за ними был уход. То есть под каким-то кураторством человека они и были, и после наших каких-то манипуляций оказались. А так, чтобы куда-то, тем более место отлова не всегда является местом обитания этой собаки. Они мигрируют в течение дня. У нас небольшой город. То, что мы ее сегодня где-то во дворе по сигналу горожан отловили, и там через месяц им же обратно этот сюрприз подкинули, я не думаю, что это получит одобрение. Конечно. У нас есть звонок в студию. Алло, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Я живу в городе Сургуте. Меня зовут Татьяна. Вот, допустим, на нашу улицу сейчас выпустили два чипереварных пса. Они вот бегают, живут возле мусорки, ждут, чтобы их кто-нибудь покормил. Это вообще зрелище ужасное. Детки идут со школы, постоянно они бегут за ними, прошат кушать. Я вот, допустим, за то, чтобы таких псов в город не выпускали, а чтобы их действительно деньги не тратить на то, чтобы их стерилизовать, а действительно их нужно усыплять, потому что это нереально. Они за деток цепляются, детки их трогают, и кто знает, какую инфекцию они могут там отцепить. Спасибо за внимание. Спасибо за звонок. Ну вот, яркий пример. На самом деле, 87% людей, которые опрошены, они за то, чтобы эти собаки не возвращались на улицу. А почему закон-то не учитывает эти мнения людей? Вот интересно просто, федерально. Я думаю, что и само обсуждение затянулось во многом этого закона. Восемь лет обсуждали. Да. Именно из-за того, что вот эти все процессы, которые, казалось бы, затрагивают бездомная собака, что-то там еще, это все-таки чьи-то бизнесы, нужно это понимать. Вот, кстати, а вы не можете назвать, какие деньги вращаются в этом бизнесе? Тут сложно оценить, да, потому что цепочка довольно длинная. Это и поставщики кормов, которые заинтересованы в том, чтобы определенным образом пополнялась, да, популяция и кошек, и собак, и домашних животных в том числе. Это и ветеринары, которым тоже нужны пациенты, подопечные. Да. Это и те, кто занят в службах от лова, где тоже не всегда можно обеспечить прозрачность тех процессов. А все приели вообще, получается? Очень много, да. Заводчики, кстати. Заводчики в том числе, потому что те, кто занимается этим профессионально и разводит породных, или околопородных, или вовсе беспородных, но на продажу животных, соответственно, тоже для кого-то это источники доходов. Поэтому нужно это понимать. И я так понимаю, что при принятии закона старались чьи-то интересы лоббировать в том числе. Нельзя это исключать. Поэтому говорить, что там у нас только благотворительность, какие-то высокие порывы и интересы граждан, ну, вот, в общем-то, вот тема открытая для обсуждения до сих пор. Тема о деньгах у нас, да? У нас еще есть в студии звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Я Людмила, город Ханты-Мансийск. Живу по улице Садовой. У нас здесь столько бродячих собак. Просто выйти уже невозможно. Обращались к участковому, службы. Люди с частных особняков выпускают вечером просто побегать с ошейниками. Вообще пройти невозможно. У нас в основном здесь пожилое население. Мы проживаем в этом районе. Никаких мер не принимают. Вот я хотела бы узнать, с кем можно решить такой вопрос. Кто ловит? Кто отлавливает собак? Все-таки и тогда, и сейчас это муниципальные службы. Везде по округу. Соответственно, при них созданы вот эти вот пункты передержки, в дальнейшем приюты и так далее. А человек куда может позвонить? Вот с улицы Садовой. Сейчас я на вскидку... Не про телефон я говорю. Он должен в городскую администрацию звонить? Да. И говорить, ребят, кто у вас отлавливает собак? Да. То есть этим занимаются они. В соцсетях просто говорят о том, что с Нового года никто не занимается этим. Это правда? Нет, это не совсем так. Все равно службы работают, стараются как-то регулировать эту ситуацию, потому что иначе бы это была просто катастрофа. Вопрос в том, что тот же пункт передержки сейчас переполнен. Они просто физически не могут всех туда принимать, потому что помимо тех звонков от встревоженных граждан, есть люди, которые избавляются от своих собственных животных и считают, что можно приехать на тот же полигон и сдать надоевшую собаку. И часто сдают? Нет, не часто. Но, по крайней мере, мы, как общественники, к которым в первую очередь, наверное, обращаются, с таким вопросом, что делать, сигналов таких довольно много. Если не ежедневно, то довольно часто. У нас, если прекратить работать служба отлова, что будет у нас через год, как вы думаете? Такой апокалипсис небольшой? Ну, тут сложно прогнозировать, потому что если сейчас отлавливается там 300 с небольшим собак, по большому счету, ну, очевидно, какой-то погоды это уже не делает, потому что по сравнению с прошлыми годами, когда эта цифра была там 1200 или около того, да. В год 1200 собак? То есть у нас меньше стало бродящих собак животных? Тут вопрос в том, что немножко изменились регламенты самих этих процедур. Это нельзя делать быстро, как это было раньше. Отловили, поддержали чуть-чуть, утилизовали, следующие, следующие, следующие. Мы все-таки говорим о гуманизации, и в том числе на этих процессах они отразились. Поэтому стараемся, и службы в том числе, и муниципальные контракты составляются с учетом тех норм, которые в законодательстве прописаны. У нас просто, а вот это про полигон заговорили, что мы переполнены, вы говорите, да, что действительно там ситуация такая непростая, с населенностью этого полигона дальше, чтобы... Вот как? Я думаю, что должно сработать примерно так же, как мы смотрим на опыт других городов, да, тот же Сургут, другие города сейчас не назову, когда возникают и частные, в том числе, приюты, и приюты, организованные общественными какими-то движениями. Вот, только так, потому что полностью перекладывать все в зону ответственности, да, государство, бюджет, и кто-то что-то за тебя сделает, но это не всегда правильно. Поэтому все-таки это работа, которая должна вестись совместно и общественниками, и городскими, и региональными службами, и населением в том числе. Потому что мы одни вычерпывать вот эту вот проблему, которую зачастую люди сами себе создают, да, отказываясь от стерилизации, игнорируя правила выгула и так далее. Ну, будет не совсем верно, да, что кто-то это порешает, а моя собака пусть побегает, она нормально. Так получается, что у нас вообще этот закон вообще выполним без зоополиции, так называемой. Она вообще нужна, по-вашему мнению? Я считаю, что такой орган нужен, потому что даже в тех ситуациях, когда мы обращались, да, в какие-то органы по вопросам, касающимся жестокого обращения с животным, на них реагируют. На них реагируют, чему мы были рады в своей деятельности, потому что все-таки нам говорили, не имеет смысла, никто ничего не будет делать, у людей столько проблем, да. Ну, то есть понятно, что процесс пошел, но возлагать все это на полицию было бы тоже, наверное, неправильно. То есть это должны быть специальные люди со специальным оборудованием, с специальными знаниями того же меняющегося... То есть та же зоополиция, которой у нас нет, по сути, да, сейчас? Ну, по сути, или какой-то другой орган, который бы контрольный, вот эти вот... Карательный. И карательный в том числе. Саморожные. Функции на себя взял. Вот мы зайдем на полигон, где находятся отловленные животные. Вот что это за собаки, откуда они взялись? Это вот те собаки просто, собаки гинго, образно говоря, там, или как они называются, парии, или это все-таки домашние псы? Я думаю, что преимущественно это собаки, которые совсем недавно были домашними. То есть абсолютно диких, которые там в несколько поколений где-то кучковались, одичали и попали в отлов. Их либо нет совсем, либо это единицы. Потому что даже во время наших визитов мы видим, что это вполне контактные, миролюбивые, зачастую и в ошейниках собаки. Их никто не ищет, что ли? Собак в ошейниках? Неужели никто не ищет? По-разному бывают ситуации. Иногда действительно люди не знают, где посмотреть информацию, не знают о существовании полигона и какими-то там окольными путями. Мы доносим эти сведения, и люди все-таки имеют возможность приехать и забрать свою собаку. Но таких ситуаций не так уж и много. Ну то есть получается, вот просто кто нас слушает или смотрит, звоните сразу в ковчег, да? Ну звонить будет сложно, но найти нас через социальные сети. Я думаю, что да, это не проблема. Ну вот про стерилизацию, которая решает якобы проблемы, да? Соотнесите, 10 лет назад, как с этим обстояло, ситуация 11, да, когда начинался ковчег, и сейчас. Изменилась ситуация? Потому что если еще 10 лет назад нас считали какими-то варварами, извергами, которые вот издеваются над животными, это же полостная операция, это там киса-киса, ей разрезали брюхо, это какой кошмар. Но зачастую хозяева сами сгущают эти краски у животных, и порог чувствительности немножко иной. И эти вмешательства, конечно, индивидуально, я ничего не могу сказать, переносится любая такая манипуляция. Но тем не менее, сейчас люди сами выходят к нам с вопросами, будут ли какие-нибудь акции. Люди хотят, но не всегда чисто по финансам могут осилить эти операции, потому что они довольно дорогие, особенно если речь идет про крупную собаку, например. На сколько это денег стоит? Ну, зависит от веса, то есть это может быть и 5, и 6, и 7 тысяч рублей. Клиники выставляют свои цели. Давайте у нас, у нас есть звонок просто в студию, давайте там, возможно, по этой теме. Вы в эфире, говорите. Алло, здравствуйте. Хотел бы задать вопрос такой. Я Кулагин Александр, город Нижневартовск. А где, вот если покусала собака, бродячая, кто ответственный за данное... Происшествие. Происшествие, да. Кто именно будет оплачивать, когда лечение, кому, допустим, ссылаться? Кто ответственный за это? Собака, ответственный. Ну да, потому что даже если собака была не бродячая, а, например, хозяйская, да, то тоже только по решению суда можно будет взыскать... А если бродячая? А бродячая, ну, во-первых, как бы у нас более-менее ситуация в округе. Я думаю, что лечение в рамках страхования человек получит, безусловно, все необходимое. То есть у меня не было информации о том, что кто-то обратился и... Нет, лечение-то понятно, но порвал пуховик собака, порвала там... Вот с этим будет сложно. Вот с этим будет сложно. Ну, а вот все, не городская администрация, не ДЭП, или кто это вообще отлавливает? Нет, отловщики, это одна история, а другое дело, когда там мне курточку порвали, да, то есть мне нужно будет урон оценить и так далее, и так далее, и пробовать его как-то возместить. Вот мы в своей практике с подобным не встречались, именно относительно бездомных животных. То есть не возмещали, не возмещался урон. Давайте, если очень коротко, у нас там в законе говорится, что все больше экзотических животных, опасных там, хищных в квартирах не будет. У нас, ну, если очень коротко, у нас какие экзотичные животные у нас живут вообще в округе, в Хантамансийске у людей? Вот буквально в прошлом году, по-моему, был сюжет из Сургута, если не ошибаюсь. Пума. Пума или что-то такое из кошачьих. А у нас в Хантамансийске есть что-нибудь интересное? Вроде бы есть, да, потому что я помню, как-то кто-то из ветеринарных клиник выставлял фотографии то ли рысь, то ли тоже кто-то из крупных таких кошачьих. Да-да-да. То есть рысь у нас, да, теперь? Медведей не держат, надеюсь? Не знаю, но может кто... То есть на передержку не сдавали медведей? Были, были предложения подобные, но мы это как анекдот рассказываем, когда действительно к нам обращались, звонили на телефон горячей линии, сообщали о том, что вот на трассу выходят медведи, не могли бы мы их куда-то подальше в лес сопроводить. Так что да. Наше время в эфире подошло к концу. Я благодарю Анну Аркадьевну за то, что она пришла к нам в студию, что поговорили о братьях наших меньших и о том, как мы с ними будем дальше жить бок о бок. Посмотрите эту программу, еще раз послушать ответ экспертов на самые разные вопросы вы можете на портале yugratv.ru. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. В студии был Виталий Сапритин. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...